Ребят, всем привет, дорогие мои друзья! На сегодняшний день мы с вами делаем обзор и пройдемся по каналам. И будем говорить про видеовлог Кокочки Сытника. Я заглянула на канал Игдиане, а там очень горячая тема. Ребята, офигеете! Гарантирую! Ну и высказывание сяпки в ТикТоке, народ, это, конечно же, стоит услышать. Итак, поехали! Давайте начнем с Дианы, потому что я редко туда захожу, и вот вдруг, только начала смотреть, хочет испытать, что с Ирочкой случилось. Ребята, она всегда вот такая вот злая. Я помню, пою даже путешествиям, по каким-то сборам, по каким-то застольям. Она постоянно недовольна. вечно бомбом 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 человек не бывает на позитиве абсолютно никогда я вспоминаю эти турции когда они толпой египты вот они ездили да на отдых что-то там сам был выставлял снимал и показывал ей ничего не нравилось вот чего не коснись любой мелочевки ирка все время все критиковала, улыбки на лице не было, уголки рта опущены, не хочу, не буду, не нравится, фу, б, как, а вокруг меня окружает. Ну, ребята, и вот это видео Дианы подвергает в шок. Сама мамка Ирочка позвала девчонок своих дочек на посиделки. У них зачастую это происходит, это офигенно крутая затея, замысел, мне это очень импонирует, нравится. Ты сама позвала, это сказала не я, это сказала Диана. Накрыли в зале полянку такую и слышу, все негативные моменты со стороны Ирочки полетели в адрес Карины. Мне одной кажется, что она Карину вот недолюбливает. К Диане еще хоть как-то, ну, тоже критикует все не так, но они как-то часто встречаются, у Дианы есть время, они лазят по всем там магазинчикам, шопятся, кафешки постоянные. Ну, вот Карина, у нее семья, ребенок там, но с малышом же Ира помогает очень много и часто с родиком. Ну, почему такое отношение к Карине? Ощущение, что это чужая девочка, вот чужая, но точно не родная дочь. Я тебе сказала, салфетки принеси, что ты меня вообще не слышишь. Девочки, а тон, а тон. Блин, Ирка, ну, это ж твоя дыртына. Притом, это взрослая женщина, это не маленькая школьница, которую можно нагибать и макать мордой в салат. Ну, капец, девчонки. Я была, ну, очень сильно удивлена. Я думаю, Ира себе позволяет вот так себя вести со своими детьми, только потому, что эти дети, вот эти девочки, Карина, в данном случае, ей не отвечают. Если бы Карина развернулась и сказала, послушай, мамочка моя любимая, а ты по какому праву вообще со мной в таком тоне разговариваешь, я тебе что сделала плохого? Диана говорит, мама, ты злая. Да что я не злая? Я попросила принести салфетки, но меня не слышат. Меня не слышат. Даже если она не заметила это, Карина, или выпустила из виду, или да, просто элементарно. В одну ухо влетела, в другое вылетела. Это криминал? А что надо прям нагибать в позу бегущего оленя, ставить эту Кристину? А зачем ты ее унижаешь? Меня не слышат. Если я, сказала Ирка, обслуживаю всех, прислуживаю всем, все подаю. И тут Диана ей отвечает, мама, ты сама нас пригласила. Ну так типа шо теперь? Ну не обслуживай, не подноси. Значит, ты захотела веселухи, Ирка. Ну так или не так? Ты захотелась своими девчонками посидеть. Так а чо ты их теперь упрекаешь, что ты обслуживаешь, что ты там подносишь, столы накрываешь. Это твоя инициатива, Ира. Ну вообще, я знаю, что приказку так у девочки, что инициатива всегда наказуема. Но алё, это твои роднульки, притом девчонки, девочки. Так Арина, бедная, голову повесила и пошла выполнять приказания мамки. Спрашивает, мама, полотенце бумажное? Да, других нету. Блин, ребята, как бы моя мама мне так вот раз ответила. Ну я больше не захотела. Ни як их посидела, то нафиг мне это надо. Чего ты вдруг? Белины объелась. Чи шо, Ира, шо с тобой? А шо с тобой? Ну, девочки, Ирочка вот такая. Баба Таня, только меня ублажайте. Я в первую очередь, как шупечка сказала, надо любить себе, а потом все остальные. Себе надо любимую любить и думать в первую очередь про себе. Сама уселась на диванчике, салфетки. Ну даже, якщо дитина не почула, пропустила. Пиди сама, возьмите салфетки и положи. Это проблема, девчата, для чего устраивать скандал? Диана переводит камеру на себя и сама себя снимает, потому что создалась такая неловкая ситуация абсолютно. Маму эту злой перекошенной Харри снимать. Ну не комильфой сейчас, девочки. Бо можно и в лобешник. Сейчас как зарядная Ирика. Получить можно по полной программе. Та, Диана, беда, не знаю, как себе вести. Давай камеру на себе. А на себе уж если навела, а сама тоже не знаю, что делать. И как выглядеть перед зрителями. И шестой рот кривый, типа, ну, ну шо делать? Ну, це у нас так. Отакий пападос, малята. Понимаете? Оце Ирочка. Второй момент. Поговорим с вами про гламурный журнал для Митрофана. Кокосик наш столичный Митрофанушка, девочки. Боже, Огерок, Огерок, шо з тобою робиться? Чи ты не спал на розуму? Заказывав десь специально гламурный журнал для Кокосика. Девочки. Я, вы знаете, задаёте вы мне очень много, ребят, вопросов. Я не знаю. У меня нет ответа. Анжела, шо эти Керики-Герики хотят от этого Кокочки? Да чо они с ним носятся? Да шо же они на него столько денег тратят? Да шо же они его обихаживают? Ребят, вообще, я смотрю, эти Герики-Керики, они из квартиры сытника не вылезают. Каждое видео, они тут, понимаете? Так, поменяли уже мебель, переставили у Коки в квартире. Зрители, кстати, тоже це заметили. И в комментариях так само написали. Я не одна, девочки. Я не одинока в своих мыслях. У нас с зрителями сходятся все мысли. И мы одинаково рассуждаем по поводу увиденного. Дальше, девочки, кофемашину. Гарик сам решает. Вин купив подарок, вин сам решит, куда вин поставил у Коки. О, тут буде стоять, сказал Гарик. А может, ты унирук спитал? Коль, давай подумай, как хозяин, где тебе будет удобнее. Давай, куда ее поставить, как ты хочешь, чтобы это выглядело. Нет! Гарик сам принял решение, понимаете? Тепер чую, картина на стене. Картина, оце дерево нарисованное, это у мужчины признак одиночества. А поменять надо уже картину. Гарик, давай, купляй картину новую, потому что Кока тебе сказал, не зрителя. Он тебе сказал, то купить мне новую и повезте. Прямо так обосновался тут в новой квартирке у Ситника. Как у себя дома, Сороконожка, мне так понравилось, что все из девчаток написали. Анжел Сороконожка, ты бачила, сколько в него той обуви. Всю прихожу, бачила, девчатка, бачила. Всю прихожу заставил полностью своими ботиками. Ну, а как же гламурный мальчик должен быть гарнесенький. У него под каждой трусы и носочки свои кроссовки. Не так, как у Снежинской один халат. Вона нищая и бедная. В ней немало грошей. Ось, подожди, Огерок. Мне, как вы, что девчата наряды были с кучей. И сетками, паетками будешь завидовать меня. Что там твои ботики, эти хвермани? Ой, ввязываешься ты в неравную борьбу, Огерок. Итак, народ, презентация гламурного журнальчика. Микола написано. Фотография Кольки на обложке. Для чего-то прилепили коло головы золоту зірочку. Что бы это значило, а, девчатка? Что бы это... Звезда, не меньше. Прям звезда Кукаситник. Ну, а текст придумали. Ребята, поменяю очки. Я вам даже зачитаю. Ну, так, чтобы вам было над чем поржать. Микола, відомый у мережи. Девочки, представляете? Відомый у мережи. Вообще, народ, скажите, пожалуйста, кто его знает, этого Куку? Вин кто вообще? Не то, что відомый блогер. Ой, мама дорогая. Поедуя медичные знания с интересом до карт Тару и эзотерики. Сам Кукар жал. А ты этого выражения? Это как это? Эзотерику карты Тару с медицидой. Девочки, поедуя. Человек завершил навчание в медицинском училище. Мережа и мрежа здобути вищу медичную освіту, чтобы стать лекарем. Не только его профессиональная мета, но и особистая миссия. Допомогать людям. Крім прагнення до медицины, Микола цікавиться загадковыми містичными аспектами життя. Такое гарное реченье. Только главное, что оно містит? Какая идея? Вы уловили? Ну, хоть что-нибудь. Про что оно говорит? Захопление картами Тару и эзотерикой стало невидимной частью его духовного шляху. Он вивчает символику карты, взаимодействие между внутренними энергиями людини и всесвитом, а также использует эти знания для саморозвитка и помощи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В этом обязательно поможет Академия Богомольца. Медичная девушка. Потому что гадалка звучит, как эта гадалка хуялка из параши. Кока у нас... Не-не-не, Кокочка, Кокочка. Мы знаем, что ты у нас небожитель. Поэтому, Гарик, тебе зерку золоту причепил коло головы. Звезда! Понимаете, ребята? Давай листать этот журнальчик. А там тупо фотографии. Фотографии. Гарик, ну, який це гламурный журнал? Ну, ты о чем вообще? Это обычный фотоальбомчик. Но, как ты подленький. Ой, армяшка. Оцей огерок. Ребята, каждая фотография огерок за такою ряхою. Лосниця мордяка. Такая на переднем плане. Крупно. Самый перший. А сзади там десь Кокочка. Керик десь там с-под мишки виглядая. Понимаете? Можна спитать. Огерок к тебе обращаюсь. Якщо цей журнал посвящен святилу медицинскому будущему Кокотьки Ситнику, так чого ж ти везде фігуруєш? Самый главный это огерок на каждой странице. А можно тебя спитать. А где вообще семья Коки? Где? Одна мама. Все. На одній фотке в разных масштабах зроблено. Где семья, рідні люди? Чи для логерка це не важно, девочки? Себе главное, себе. Везде. Везде я. Я. Я красивый. Я гламурный. Ну, а тут Кока десь там воно. А тут я. Ах! Улыбка до ушей. Хоть завязочки пришей. А де рідні люди? А ще одне питання. Сямка, для тебе щас виступаю. Вообще, огірок, копнути глубже. домі. Отношения все зависят только от хотела кокочки. Вот кокочка будет тебя принимать в свой круг, с тобой дружить? Ты будеш вхож сюда. Как только кокочки щось не понравиться, і він тебе колінам підцряку бартанет, тут же ти улетиш, і Сямка забудет о тебе думать, і как тебя зовут не вспомнит ни разу. Этот урок ти вилучил на зубок. Так, може бить, ти би отдал пальму первенства Сямке? А ви бачили, девчатка, хто дивився цей видеовлог у Коке? Де там той Самвел? Як його огірок презентував? Замориш якийсь, вишкребок, зачуханий такий, як дядь шишок, понимаете? Десь там вообще за деревами. Якщо тут на первом плані огірок крупным планом, десь там звуку припёку, метрофанушка ситник, під мишкою керечка виглядає, то сам Самвелка Адамян, ребята на самій гальорки. Мало того, що воно мале, невзрачне, отаке, якесь сіро-буро поцарапанне, оте Дмитровське чудо-юдо, так вообще йому не то, що, знаєте, як кажуть, то сраці слова не надавали, ваш мікрофон отключен пожизненно. Оце роль відведена друзей. В голову приходят только одні мысли. Корысть, бабло, корысть, бабло. Да, герок. Сытая, богатая жизнь. Кто це так сказав, герок? Это же из твоих уст звучало. Правильно я понимаю? Ничего не придумала? Молодец. Жопу свою пристраиваешь очень талантливо. Кто нашепчився, девчатка? Кто честно жить, заводить настоящих друзей, быть преданным, невзирая на какие-то доходы материальные ценности? А хто си так у кого шейсят пар обуви? Каучуковый шнурок на шее, печатка золота, машинки, квартирки и золотая карточка. Вот главные атрибуты в жизни у герка. Да, герок? От ця Снежинская докопается всегда до суті. Ну а сейчас по существу, ребят, будет серьёзный разговор. Тик-ток Самбелла Дамян. Речь пойдёт про переговоры, куда уезжать украинцам и что будет при этом делать сяпко к являнин, як він сам на себе сказал, истинный в седьмом поколении. Ничего не знаю, откуда я знаю, что вам делать, но треба переговоры. Любая война заканчивается переговорами, поэтому правительство будет решать, но надо переговоры, а что, всех украинцев положить из-за тих оккупированных территорий? Это я вам очень коротко, чтобы вам было понятно, о чем шла речь, то есть с убийцем, с вот этим ботоксным, болотным вышкребком переговоры. А ты, козел, в первую очередь не хочешь спросить, даже нет, не украинцев мирных жителей, а военных, военных, которые там на нуле, ребята, военные, которые защищают Украину, которые воюют, они согласны на переговоры? Ты просто поинтересуйся, открой интернет, миллионы роликов в интернете, где говорят наши ЗСУ, никто там в подворотне мирные жители украинцы, нет, наши ЗСУ, хоть одного вы когда-нибудь слышали, чтоб он сказал, мы за переговоры, я ни разу не слышала, кто вообще хочет сдавать Украину и нашу страну, наши земли, всяка, а что ты уже переобувься, или что, а что случилось, боишься, страшно, понимаю, всем людям страшно, все живые люди, всем страшно, без исключения, все боятся, так, 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 а что уже хвост поджал и уже собрался капитулировать, да, так интересно, рассуждаешь вообще, в Киев поеду, и не буду вас спрашивать даже, и буду истинным киевляминам в седьмом поколении, вертел я вас нахуй, сказал Самвел Адамян, обращаясь к киевлянам, ребята, я ничего не придумала, я сейчас вам слово в слово процитировала этого недоноска, я вас всех опущу ниже Плинтуса, я вас зажину, из Киева всех нахер повыгоняю, приеду, девочки, я понимаю, что это троллинг, я все прекрасно понимаю, ты будешь киевлянина, от ты чму не подмите, ты в жизни никогда не сможешь им стать апріори, потому что ты ну чучмекало Дмитриевське, родился таким, проживешь все життя, дай Бог тобі здоровья и довгих роков, доживи до 120 лет, але и сдохнешь ты Дмитриевським чучмекало, о каком истинном киевлянине ты говоришь сейчас, девочки, это его самооценка, но это все чепуха, по сравнению с тем, как он называет людей, потому что там в комментариях люди писали, что не хотят его видеть у себя в Киеве вот таких вот жителей пишут нахер ты нам тут срался, да, и вот такие ответы получают люди, еще раз, кого ты там где вертел, Сямка, ты понимаешь, не равен час, вот тебе сходит все с рук, но когда-то, я всегда так говорю, ребят, веревочка вот это вот, сколько ей не видится, она может закончиться, но приедешь в Киев, тебе побалденно стучат, мы все живые люди, мы все ходим под Богом, ты такой сильно умный, когда ты в квартире за закрытой дверью на три замка сидишь, ты посылаешь людей, ты оскорбляешь, ты унижаешь, ты грозишься их там куда-то повыгонять, ты кто вообще, чмошник ты, ты никого из этих зрителей не видел ни разу в глаза и скорее всего, насколько я понимаю, есть люди, вот эти вот зрители сябки, которым ты в подметки даже не годишься, и богатые, и бедные, но богатые душой своей, добротой. Воно, девочки, вознесло себе до небес и просто сейчас сидит и издевается с киевлян. Ты правда уже опустился ниже плетуса и пробил дно. Иногда, девчонки, я поделюсь с вами, иногда, когда я слышу его вот эти помоечные с вызовом высказывания в адрес своих зрителей, у меня возникает огромное желание. Вот уже настучали тебе по мордяке, ну, чтобы тебе больше неповадно было, понимаешь, чтобы тебя кто-то с неба спустил на землю и поставил на ноги, чтобы ты перестал достойных людей вот так вот унижать и изгаляться над ними. Буду читать комменты, ждать очень вас на своем канале и прощаюсь с вами до завтра, дорогие мои друзья. Приятного всем просмотра и пока. Пока.